Российский танцевальный дуэт на льду. Ксения Манько и Кирилл Халявин впервые в нынешнем сезоне принимают участие на этапах Гран-при. Уже успели они выступить на турнире iStar в Минске, выиграли его за явным преимуществом, но справедливости ради нужно сказать, что соперники там у Ксюши с Кириллом были не самые серьезные. И вот серьезная проверка, к тому же еще первая группа участников, что подразумевает, может быть, не самые высокие оценки от арбитра в первую очередь за компоненты. Но посмотрим. Ксения Манько, Кирилл Халявин. Ксения Манько, Кирилл Халявин. Ксения Манько, Кирилл Халявин. Ксения Манько, Кирилл Халявин. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С какой яростью Кирилл прокатал этот танец. Но довольны сейчас российские спортсмены. Вы видите, что техническая оценка у наших фигуристов значительно выше, чем у соперников. Но тут не может быть никаких сомнений. Действительно, они катались значительно сильнее, чем выходившие до того налет. Элизабет Паради и Франца Хавьеру Лето, а также Сару Ортадо Адрио Деоц, Ксения Манько и Кирилл Халявин в нынешнем сезоне имеют неплохие шансы на то, чтобы совершить натуральный прорыв в собственной карьере. Но вообще, в целом, сейчас сложилась уникальная ситуация в российских танцах на льду. Четыре дуэта уже вступают постепенно в борьбу в новом сезоне. Плюс мы знаем, что сейчас после травмы стремительными темпами возвращается к тренировкам Дмитрий Соловьев. И таким образом наша сборная будет иметь пять очень серьезных претендентов на то, чтобы оказаться на серьезных турнирах. Благо, представительство у нас хорошее на чемпионате Европы и чемпионате мира, поэтому и Степановой Букину, которые заняли на Скейт Америка третье место, и Манько Халявину, которые только что отменно откатали свой короткий танец. И, конечно же, тем, кто начнет свои соревновательные выступления чуть позже, Елене Ильиных и Руслану Жиганшину, Виктории Синицыной и Никите Косолапову. Мне кажется, придется побороться за место в сборной между собой. Кому с кем? Это мы уже посмотрим на чемпионате России в конце этого года в Сочи. Довольно Ксюша. Слышим мы, что и Александр Журин доволен. Ну и действительно есть от чего порадоваться. Нет никаких сомнений, что российские спортсмены будут сейчас первыми, и не только по оценке за технику мы можем об этом рассуждать, но и компоненты, и конек, и движение, и... Каждый буквально выполненный элемент был нашими спортсменами сделан значительно четче, чем соперник. Всем привет! Ну не то чтобы совсем хорошо, но другое дело уже по сравнению с соперниками. 59 и 62 балла. Манько Халер выходит у лидера. КОНЕЦ